В правительстве подвели итоги работы с обманутыми дольщиками. Проблема находится на особом контроле у губернатора и правительства региона. Руководитель кабинета министров Александр Смекалин озвучил твердую позицию Белого дома Ульяновской области. Каждый долгострой будет введен в эксплуатацию, а каждый недобросовестный застройщик ответит по заслугам. С одной стороны, безусловно, мы будем защищать права каждого, кто столкнулся с такой ситуацией. С второй стороны, мы совместно с нашими коллегами из правоохранительных органов, с прокуратуры продолжаем работу над тем, чтобы те товарищи, которые так поступили, не остались без соответствующего внимания. Один из главных прорывов в деле обманутых дольщиков стал первый в России фонд содействия обманутым участникам долевого строительства, созданный в регионе по инициативе Сергея Морозова. Основной целью фонда является завершение строительства проблемных объектов с привлечением инвесторов. Активная деятельность организации, в которой включены специалисты, представители власти и сами дольщики, помогла заселиться в долгожданные квартиры жильцам дома номер 140 по улице Красноармейской и номер 5 по улице Панорамной. Сегодня самыми проблемными остаются дома жилого комплекса «Лидер» и ЖК «Молодежный». На грани банкротства компания «Запад». Мы уже обсуждали и с Сергеем Ивановичем. Мы будем работать отдельно, прямо в ручном режиме по доходной части. Вот та форма государственной поддержки, которая у нас на сегодняшний день принята, мы ее должны реализовать уже в январе. Чтобы в январе стройка у нас не останавливалась, чтобы все дома у нас двигались. Банкротами официально числятся 7 организаций. А это свыше 110 тысяч квадратных метров и 1261 участник долевого строительства. Чтобы их достроить, требуется больше полутора миллиардов рублей. Мы понимаем, что нам нужно будет изыскать 225 миллионов на банкротные дома, 15,5 миллионов на отделку, 110 миллионов рублей на компенсацию процентной ставки развития строительной индустрии. Мы считаем, что это приличные деньги. Но я еще повторяю, что моя принципиальная позиция достаточно проста. Мы эти деньги будем застрелить. Всего же в реестре проблемных объектов региона числится 23 дома. Ринат Алиулова, Наталья Чумаченко, Данил Сурков. Новости Улправды ТВ.